Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И отталкиваясь от послания к римлянам, которые мы исследуем эти дни, 11 глава 1 стих, мы зададимся вопросом, неужели Бог отверг народ свой? Этим же вопросом и задается сам апостол Павел и находит ответ на этот вопрос. Прочитаем целиком этот стих с его контекстом. Апостол Павел пишет в послании к римлянам, 11 глава 1 и 2 стих. «Итак спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я, израилетянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал? Или не знаете, что говорит Писание в поистовании об Илье, как он жалуется Богу на Израиля, говоря, один я остался?» И моей души ищут. Итак, этот вопрос, он волнует первых христиан, прежде всего, в лице первоверховного апостола Павла. И, конечно же, этим вопросом задавались христиане-евреи, которые переживали ситуацию по поводу своих родных и близких, которые так и не стали христианами. В этой же главе мы находим в 25 и 27 стих включительно, с 25 по 27, следующее объяснение. Апостол Павел пишет, «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Итак, весь Израиль спасется, как написано, «Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Вот здесь апостол Павел касается вопроса, который называется «Тайна Израиля». И он объясняет, что ожесточение произошло отчасти до времени, пока не войдет полное число язычников. А когда войдут во спасение язычники, предназначенные к спасению, тогда дверь спасения откроется и для Израиля. Как и было вначале, вначале Христос говорил «К язычникам не ходите, в города самарянские не заходите, идите на ипачек погибшим овцам дома Израилева». То есть, когда Христос начинает проповедь, дверь спасения была открыта только для них. Но когда они отвергли путь Христа, уже перед своим Вознесением Христос говорит «Идите и проповедуйте Евангелие всем племенам, народам и языкам». И сейчас время язычников. Они могут принимать Христа, они могут обращаться в истинную веру, они могут спасаться. Но когда войдет полное число язычников, предназначено ко спасению, тогда откроется дверь для Израиля, о чем и пишет здесь апостол Павел. Итак, он пишет, что весь Израиль спасется, имея в виду остаток тех, которые доживут до последних времен, и они услышат проповедь пророка Ильи и пророка Еноха, которые сойдут живьем с неба. Пояснение этому мы находим в этом же послании к римлянам, 9 глава, 27-28 стих. Павел пишет, «А Исаия провозглашает об Израиле, хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». Остаток – это те, которые доживут до пришествия Ильи и Еноха, как это описано в апокалипсисе, и примут весть о Христе. «Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле». Сначала обращение язычников, времена язычников еще продолжаются, потом для них закроются две спасения, откроются только для Израиля. Сейчас народы Европы, Америки, они становятся все более и более безрелигиозными. Это показывает, что в целом исполняются эти слова о том, что дверь спасения закроется для одних и откроется для других. А в Израиле все-таки религиозность сохраняется среди еврейского народа. Как и преподобный Серафим Саровский в беседе с Матавиловым говорил, у евреев сохраняется еще боговедение, то есть представление о Боге, потому что и они, и мы читаем один Ветхий Завет, а там великие истины о Боге, как Творце и Мздо-Воздаятеле. И у пророка Малахии есть прямой текст, где говорится о том, что Бог пошлет прежде всего пророка Илью, чтобы он обратил евреев. Это Малахия, 4 глава, 5-6 стих. «Вот я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Ну а в книге Откровения говорится, что придут два пророка – Енох и Илья. Это будет во Дне Антихриста, когда проповедь будет остановлена по всему миру, проповедь евангельского благовествования. И Енох придет, чтобы обличить Антихриста в глазах всех народов, а Илья придет сугубо только к еврейскому народу, чтобы обратить их сердца к вере отцов. А их отцы Авраам, Исаак и Яков, они верили в грядущего Мессию, Господа нашего Иисуса Христа. Итак, сегодня по чтению послания к римлянам мы рассмотрели еще одно трудное место. У нас на сайте есть более подробная беседа, которая посвящена всей 11 главе, и вы можете ее посмотреть. Она рассказывает о тайне Израиля, что Бог приготовил для этого народа. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о наших беседах. И берегите себя! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...